Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, Министерство здравоохранения. Утренний онлайн-обход. Терапевты и педиатры телемедицинского центра теперь вот так наблюдают пациентов с ковид. Без симптомников по показанию врачей перевели на домашнее лечение. У нас есть контакты пациента. Мы ему звоним, представляемся и объясняем, что мы с вами будем взаимодействовать на протяжении 12 дней. Давайте определим удобное для вас время для контакта, и мы будем с вами отрабатывать ваши жалобы. Это консультативная мера, но ведь большая часть наших пациентов приходит в поликлинику как раз за консультацией. Поэтому на протяжении 12 дней мы можем использовать современные технологии, осуществлять вот такой вот мониторинг дистанционный. Врачи ежедневно звонят 20 пациентам. К счастью, пока цифра не растет. Этот центр первый в крае, и сегодня третий день, как работает дистанционный формат наблюдения. Удобен он в первую очередь самим пациентам и врачам. К тому же, добавляют медики, если пациент ответственно находится под наблюдением, то лечение проходит быстрее и для него, и безопаснее для окружающих. Ведь если человек с ковид самоизолирован дома, то он уже не сможет случайно заразить, например, соседей по палате или медперсонал. Ну, в общей массе, конечно, пациенты понимают это, понимают, что самоизоляция необходима. Ну, изредка могут такие пациенты встречаться, которые негативно относятся, пытаются даже избегать этого контакта. В таких случаях мы, конечно, можем даже, если более тяжелых случаев, привлечь даже милицию. Если иногда слышим, что пациент не соблюдает режим, как мы это можем определить? Допустим, во время разговора с ним слышим шум проезжающего транспорта или что-то такое там. Добавим, что у большинства пациентов коронавирус проходит бессимптомно. Их выявляют при обследовании родственников с ковид. А сколько еще не обследованных может быть вокруг? Тех, кто гуляет по городу и даже не задумывается о потенциальной опасности для окружающих. На фоне растущего числа инфицированных врачи советуют все-таки соблюдать самоизоляцию. Никита Ермаков, Алексей Фрезин. День с толком. День с толком.